Друзья, всем привет! Сегодня я хотел рассказать про свою любимую гитару, на которой я играю уже больше шести лет. Она не является неизменным моим спутником на каждом концерте, и, наверное, не каждый знает о той интересной истории, как она у меня появилась вообще, эта гитара. История появления этой гитары у меня довольно смешная, я бы даже сказал, если бы сам в этой истории не участвовал. Когда-то давно я хотел, очень фанател по Заку Вайлду и хотел приобрести его гитару, именную Булзай. Там было несколько моделей, там Epiphone, естественно, хотел, потому что Gibson мне была тогда не по карману. Как раз подвернулся случай, я попросил родителей обновить мне электрогитару, они обещали мне на день рождения подарить эту гитару. И я нашел именно ту модель Epiphone Булзай, которую я хотел, но единственный экземпляр в тот момент был только в Санкт-Петербурге. И, соответственно, очень проблематично было перевести эту гитару в Москву. Нужно было договариваться с магазином, бронировать ее заранее. Естественно, всей этой беготней моим родителям заниматься не хотелось. Поэтому они предложили мне другой вариант, пойти в магазин и посмотреть гитару, там, может быть, какая-то мне понравится, и они сразу мне ее купят, и все будет нормально. Мы пошли в ближайший Мусторг, приехали туда, и, естественно, сначала я обратил внимание на все Epiphone и форму Les Paul. Мне просто хотелось Les Paul изначально. Взял какую-то с витрины, которая висела, поиграл на ней, честно говоря, не очень понравилось. Ну, тогда на них ставили звукосниматели китайского производства, не гибсоновские. На некоторых моделях Epiphone даже сейчас ставят гибсоновские, но тогда на них были не очень хорошие звукосниматели, мягко говоря. Следом я взял еще один Les Paul, поиграл на нем, тоже понял, что немножко не мое, и форма как-то мне казалась неудобной. А потом я увидел на стене вот эту гитару, она висела, одна, единственная белая гитара была там в тот момент. И, естественно, я слушал Металлику, я обожал Металлику, и когда я на эту гитару посмотрел, я как-то подумал, что, ну, люди меня будут не совсем правильно воспринимать. Они будут думать, что я, ну, как бы пытаюсь копировать Хэтфилда и все такое. Но ради интереса я решил на ней поиграть. Тогда на ней стояли звукосниматели AMG, очень хорошие американские звукосниматели, очень популярные среди многих тяжелых жанров музыки. И когда я подключил эту гитару в первый раз, сел и поиграл на ней, мне она чем-то понравилась. Я не могу сказать, чем конкретно, но что-то в ней меня зацепило. И, ну, повесил эту гитару обратно, просто спокойно подошел сам, повесил ее наверх. Разворачиваюсь, значит, отхожу на три метра, и тут я слышу оглушительный удар. Страшно, очень страшно. Я понимаю, что, скорее всего, это упала та гитара, которую я повесила. Я даже закрыл глаза. Быстро со всего музыкального магазина сбежались все работники. Работники начали, значит, бегать вокруг этой гитары, смотреть, что же такое произошло. Мои родители, которые были тогда в другом зале, прибежали тоже. Вообще не понимали, что происходит, почему. В итоге работники музыкального магазина оценили ущерб, нанесенный падением, в половину стоимости гитары. И проще было просто взять эту гитару и купить, что они ей предложили сделать моим родителям. В итоге, в тот день я ушел домой вот с этой гитарой, в чехле. В принципе, я был не очень рад. В тот момент я еще не знал, чем закончится, как бы, моя история с этим инструментом. Но, на самом деле, закончилась она довольно благополучно. Через какое-то время, изрядно наигравшись уже на этой гитаре, я захотел в ней что-то поменять. Не то, чтобы мне что-то в ней не устраивало, но немножко звук был как-то немой, что ли. Я думал, может быть, вообще продать эту гитару, купить другую или поднакопить денег, купить гипсон себе, и тогда все будет хорошо звучать. Но что я со временем понял, звучание, оно, во-первых, в пальцах, а во-вторых, в звукоснимателях. И, конечно же, я начал искать себе вариант новых звукоснимателей, какие звукосниматели поставить в эту гитару, чтобы она звучала так, как я хочу, чтобы она звучала. В итоге, через несколько лет долгого выбора и высматривания тех звукоснимателей, выслушивания на разных форумах и на ютубе, я остановился на модели Fishman Fluence. Тогда компания Fishman только выпустила эту модель звукоснимателей в продажу, и я сразу же ей заинтересовался. В чем эта модель интересна, в принципе, эти звукосниматели интересны? Тем, что они активные, но звучат как пассивные. Я, на самом деле, в этом уверился спустя несколько лет обладаниями этими звукоснимателями. Чем же отличаются активные звукосниматели от пассивных? Прежде всего, активные звукосниматели от пассивных отличаются тем, что в активных на большой длине провода не теряются высокие частоты. Плюс еще в том, что при регулировке ручкой громкости не меняется количество высоких частот. То есть не нужно ставить никаких дополнительных treble bleed модов и других всяких штук, чтобы верхние частоты не исчезали. Во всем остальном же пассивные звукосниматели кажутся музыкантам более органичными и лучше звучащими. Это, конечно, субъективное мнение, но очень многие люди так считают. И когда я получил эти звукосниматели, их поставил и поиграл на них, я на самом деле понял, что это мое. И сейчас мне не хочется менять, мне не хочется искать новый. Не хочется снова впадать в эту черную дыру и находиться в бесконечном поиске тех самых звукоснимателей. У этих звукоснимателей есть одна очень классная фишка, которой нету, я не знаю, практически ни в каких других звучках. Это смена режимов, так называемые войсинги. У них есть по два войсинга на каждой звукоснимателе, бриджевый и нековый. Можете почитать поподробнее на сайте Fishman про эти войсинги, но вкратце я расскажу, что у бриджевого звукоснимателя два режима. Первый — это классический паф 1957 года гибсоновский. А второй режим — это так называемый overwound паф. В звукоснимателе с большим выхлопом он как бы мощнее. На нековом звукоснимателе тоже два режима. Первый — классический хамбакер нековый от гибсоновских лэсполов типа 1959 года. И второй режим — это там немножко убраны средние частоты, похоже на звучание гитар Hello Buddy. Также я поменял порожек на костяной. Был пластиковый черный, я поменял на костяной белый. В звуке это как-то не сильно, мне кажется, отражается, больше на внешнем виде. Ну, в принципе, мне нравится, как она теперь выглядит. И я поменял бридж, конечно же. Бридж раньше здесь стоял черный. Я поставил серебристый. Не знаю, как правильно этот цвет называется. Купил, на самом деле, дешевый бридж. Купил то ли на Partsland, то ли где-то в американских интернет-магазинах. То ли 25 долларов, то ли 300 он стоил. В общем, дешевый бридж. Я не знаю, честно говоря, черный мне нравился больше, но этот выглядит лучше, поэтому я на нем и играю. Поменял еще вот эти вот ручки громкости. Прошлые мне не очень нравились, потому что зацепиться было не очень удобно. А на этих более такая грубая, как сказать, окантовка. И удобнее просто ими варьировать. Плюс ко всему на ручке тона у меня стоит пуш-пул. Он как раз-таки и меняет режимы. Изначально у меня стояло так, что при поднятии ручки пуш-пула менялось два режима на обоих звукоснимателях. То есть это становился overwound path, это становился таким больше hollow body. Потом я решил, что мне не нужно на бридже, чтобы у меня был overwound, потому что мне хватает обыкновенного классического бриджевого звукоснимателя. А на неке вот этот режим мне очень нравился, как раз второй войсинг. И я ставил так, что на неке у меня меняется, но на бридже ничего не меняется. То есть бридж всегда классический паф, на неке у меня 2.8. Если вам было интересно смотреть это видео, ставьте лайки. И, конечно же, оставляйте комментарии, если хотите узнать что-то новое о моем инструменте, чего я сегодня не успел рассказать в этом выпуске. Распространяйте это видео среди всех друзей и увлекающихся гитарой музыкантов. Спасибо. Да, 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 ты по-малому начинаешь, а потом мы можем все вместе. Редактор субтитров А.Семкин